Друзья, вы смотрите канал Рашкин Репорта, микрофона Юрия Рашкина. Эта статья только что вышла в газете Washington Post. Цитата. Предполагаемые российские корни программ вымогателей указывают на давние отношения между Кремлем и хакерами. Москва. У хакеров-вымогателей, подозреваемых в нацеливании на Colonial Pipeline и другие предприятия по всему миру, существует строгий набор правил. Первое и самое главное – не цельтесь на Россию или дружественные ей государства. По словам экспертов по кибербезопасности, проанализировавших цифровые отпечатки вредоносного кода, он даже встроен в вредоносное ПО, включая кодирование для предотвращения взлома союзника Москвы – Сирию. Говорят, причины кажутся ясными. На Западе вы говорите «не надо, где вы едите», – сказал Дмитрий Смеленец, бывший российский хакер, который сейчас работает аналитиком в Recorded Future – компанией, занимающейся кибербезопасностью с офисами в Вашингтоне и других городах по всему миру. Цитата. «Это красная линия», – сказал Смеленец. По его словам, нападение на Россию может означать, что сотрудники госбезопасности постучат в дверь, но нападение на западные предприятия вряд ли приведет к репрессиям. Ожидается, что отношения между российским правительством и преступниками-вымогателями, предположительно действующими изнутри страны, станут очагом напряженности между президентом Байденом и Владимиром Путиным на запланированном саммите в Женеве в среду. Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она является убежищем для хакеров, терпя их действия до тех пор, пока они направляются за пределы страны. Байден и его союзники заявили, что Россия, по-видеому, является базой для вдохновителей DarkSide и ReEvil – киберпреступных групп, связанных с недавними громкими атаками программ-вымогателей на Colonial Pipeline, операций в США и другие рынки бразильской компании JBS и крупнейший в мире поставщик мяса. Нет четких доказательств прямого участия Кремля. Но Москва несет, цитата, «определенную ответственность за то, чтобы разобраться с этим», – конец цитаты сказал Байден в прошлом месяце. Администрация Байдена стремится сплотить союзников и частный сектор против угрозы программ-вымогателей. В интервью NBC в 2016 году, когда его спросили, почему Россия не арестовывает хакеров, которые, как считается, вмешивались в выборы в США, Путин намекнул на невмешательство, цитата, «если они не нарушили российский закон, их не за что будет преследовать в России», – конец цитаты. Поскольку Россия стала плодородной почвой для опытных хакеров, она наняла некоторых для работы в своих органах государственной безопасности, в том числе в военной разведке ГРУ, предположительно ответственной за нанесение ущерба киберкомпаниям против учреждений США, по данным западных спецслужб. Но с другими хакерами, похоже, было что-то вроде молчаливого согласия, полагают эксперты по кибербезопасности. По словам аналитиков, до тех пор, пока хакеры не трогают Россию и избранные дружественные страны, они могут делать все, что захотят, не опасаясь репрессий или экстрадиции. Цитата, «если вы посмотрите на код программы вымогателя для большинства этих субъектов, он не будет устанавливаться в системах с русскоязычной клавиатурой, исходящих с российских IP-адресов или с установленными русскоязычными пакетами», – сказал Аллан Лиска, директор Recorded Future, эксперт по программам-вымогателям. Цитата, «на этих подпольных форумах недвусмысленно заявляют, что российские цели не преследуются», – добавил он, «и это позволяет им действовать безнаказанно. Они не действуют по указке России, но действуют с молчаливого признания России». Конец цитаты. Кремль игнорирует жалобы США на то, что Россия укрывает киберпреступников. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что хакеры существуют повсюду. С очевидным намеком на атаку программ-вымогателей на JBS, Путин заявил государственному телевидению, что Россия, цитата, «не занимается курятиной или говядиной. Это просто смешно». Подземелье только растет. Смиринец сказал, что к взлому его подтолкнули деньги. Когда в 1991 году распался Советский Союз, Россия унаследовала образовательную систему высшего уровня, но страна была разорена, и возможностей для трудоустройства было мало. Сын учителя и следователя полиции. 37-летний бывший хакер сказал, что он был просто обычным ребенком. Учился на факультете информационной безопасности и МГТУ. «Даже с этим дипломом я не мог найти работу». Конец цитаты сказал Смиринец, экстрадированный в США в 2012 году после ареста в Нидерландах. В 2015 году он признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и был приговорен к четырем годам тюремного заключения за участие в одном из крупнейших случаев нарушения данных кредитных карт, подлежащих судебному преследованию в США. Власти США написали его имя Дмитрий Смиринец. Цитата. «Мне нужно было найти деньги». Конец цитаты сказал он о годах, проведенных после университета. Цитата. «Кто-то показал мне путь к взлому. Я считаю, что это происходит со многими молодыми умными детьми в России». Конец цитаты. Смиринец сказал, что стремление к киберпреступности сейчас сильнее, чем когда-либо. Цитата. «Потому что нужно заработать как так много денег». Конец цитаты. Андрей Солдатов, российский интернет-аналитик, автор книги «Красная паутина. Борьба между цифровыми диктаторами России и новыми онлайн-революционерами» и гость на этом канале в понедельник в 12 утра, сказал, что целое поколение квалифицированных хакеров в России выросло в 90-е. И обвинил Запад в невзгодах России после того, как Советский Союз распался. Они были рады соблюдать неписанные правила хакерства, действующие в России, не нацеливаться на Россию или какие-либо страны бывшего СССР. Согласно списку, предоставленному компанией Recorded Future, из 99 известных программ-вымогателей DarkSide, 66 базировались в Соединенных Штатах. Большинство остальных были в Европе. «Хакеры в России считают, что им не о чем беспокоиться», — сказал Смеленец. «По его словам, для киберпреступников страна похожа на оранжерею». Цитата. «Место, где вы выращиваете овощи, где идеальный солнечный свет, идеальная влажность и абсолютное отсутствие ветра», — сказал он. «Вот что происходит в России. У вас есть отличное образование, у вас есть отличный интернет, им абсолютно ничего не мешает. Они процветают, они растут, они учатся новому способу взлома, они учат своих друзей, и весь интерграунд только разрастается». По словам аналитиков, программы-вымогатели — это особенность региона. DarkSide и ReEvil представляют собой программы-вымогатели как услуги, то есть они не проводят атаки сами, а действуют как посредники, предоставляя хайкерам инструменты и связанные с ними услуги. Лиска из Recorded Futures сказала, что хайкеры DarkSide изначально были частью ReEvil, а затем стали самостоятельными. Они не будут работать ни с кем. По словам аналитиков, группы беседуют со своими потенциальными партнерами и запрашивают доказательства добросовестности из-за паранойи, что западные спецслужбы могут пытаться проникнуть в них. Все общение ведется на русском языке». Цитата. «Если бы вы хотели притвориться русским и прыгнуть на эти форумы, я думаю, они заметили бы любые особенности в языке», — сказал Лиска. «Человек, не являющийся носителем языка, будет иметь проблемы с естественным укладом». Конец цитаты. Дмитрий Галлов, исследователь безопасности в Касперский, ведущий российской кампании по кибербезопасности, сказал, что доказательства недостаточны, «чтобы окончательно отследить атаки программ вымогателей до России». Цитата. «Это довольно сложно, потому что когда кто-то говорит по-английски на форумах в Даркнете, никто не говорит, что за атаками стоит Англия», — сказал Галлов. «Они могут бояться, что российские специалисты по кибербезопасности найдут их и поймают, или еще что-то. Причин может быть очень много». В 2015 году ФБР и Госдепартамент объявили о награде в размере 3 миллионов долларов за информацию, которая привела к аресту российского хакера Евгения Богачева, что сделало его самым разыскиваемым киберпреступником в мире. Ему были предъявлены обвинения в сговоре, отмывании денег и различных обвинениях в мошенничестве после того, как он предположительно выкачал более 100 миллионов долларов со счетов в американских банках. Считается, что он живет в России. Очевидно, в безопасности от ареста до тех пор, пока он не покинет страну. Помимо предполагаемых схем Богачева, фирмы по кибербезопасности FoxIT и CrowdStrike в сотрудничестве с ФБР заметили, что боты в его сети занимались кибершпионажем против стран, в том числе против России, Грузии и Украины, а также Турции, члена НАТО. Были детализированы боты-зонды, в том числе искавшие документы с определенным уровнем секретности, государственной тайны, а также искавшие конкретных сотрудников правительственных спецслужб. Цитата. Какого киберпреступника это волнует? Конец цитаты сказал Марк Арена, основатель фирмы по кибербезопасности Intel 471. Богачев стал примером для тех в кругах кибербезопасности, которые подозревают, что Россия не просто позволяет киберпреступникам совершать атаки из страны, но в некоторых случаях может работать с ними. Это был бы аналогичный подход к тому, как Кремль использует наемников из теневой военизированной группировки Вагнера, по мнению западных спецслужб, для представления своих интересов в Сирии и нескольких горячих точках Африки, позволяя российским официальным лицам отрицать какую-либо причастность. В прошлом месяце Министерство финансов заявило, что Российская служба внутренней безопасности, ФСБ, «культивирует и кооптирует преступных хакеров, включая группу под названием Evil Corp, позволяя им участвовать в разрушительных атаках программ-вымогателей». Казначейство наложило санкции на Evil Corp в конце 2019 года. JBS, крупнейший в мире поставщик мяса, заявляет, что его системы снова начинают работать после того, как кибератаки остановили заводы в США. По словам Арены, связи с государством происходят на разных уровнях. По его словам, как только ваша личность станет известна российским правоохранительным органам, в дверь вас могут постучать местная полиция, заявившая, что они знают, что вы крадете деньги и хотите получить отсрочку. «Все начинается с такого уровня вплоть до того момента, когда национальные государства используют киберпреступность», сказал Арена. В интервью российскому блогу Осинд, опубликованному 4 июня в приложении для обмена сообщениями Telegram, Rival сказал, что еще одной атаки на Соединенные Штаты удалось избежать любой ценой, «но это правило было отменено после того, как официальные лица США «возмутились» нападением на JBS с целью выкупа в прошлом месяце». «Мы не хотим играть в политику, но поскольку нас втягивают в нее, это хорошо», говорится в заявлении группы вымогателей. «Даже если они примут закон, запрещающий выкуп в Соединенных Штатах или внесут нас в список террористов, это никоим образом не повлияет на нашу работу». Конец цитаты и конец статьи.